Сегодня мы хотели бы представить на ваш суд анонс готовящегося нами издания перевода одного любопытного английского памятника у рубежа тысячелетий, который известен как коллоквиум Эльфрика. Сразу оговоримся, что в русскоязычных публикациях он также именуется беседой или собеседованием, однако в избежание путаницы мы предпочли несколько буквальную кальку современного английского названия, но я об этом коснусь в самом конце. Выступление мы решили построить в соответствии с нашими, так сказать, зонами ответственности. Я постараюсь общими красками набросать контекст коллоквиума и отличие нашей работы от уже имеющихся, а Ольга выступит в роли филолога-лисературоведа и расскажет о языке, хотя Ольга попросила заметить, что все-таки по образованию она историк, а не филолог, но вот так мы поделили роли. Начнем с биографии автора. Она известна только в общих чертах и лишь с его же собственных слов. В древнеанглийском вступлении к одному из своих главных трудов Эльфрид называет себя монахом и священником, а в латинском – учеником от Эльвольда – доброжелательного и почтенного архиерея. Об Эльвольде сохранилось больше сведений благодаря двум его житиям. Он был в числе лидеров так называемого Бенедиктинского возрождения, получил церковное образование и священческий сан в 930-е годы в Винчестере и позже принял постриг в Гластенбере. В 963 году Эльвольд возглавил родную епархию, которую и руководил до смерти в 984 году. Исходя из этого, можно условно определить дату рождения Эльфрика в конце 950-х годов. Место рождения реконструируется лишь условно. Судя по идеалекту Эльфрика, он происходил из Уэссекса. Далее, согласно тому же вступлению, преемник Эльвольда отправил Эльфрика в монастырь Керне-Аббас в графство Дорсет по просьбе местного аристократа Этельмера, сына знаменитого Элдермена Этельверда Летописца, автора латинского перевода англосаксонской хроники. Я надеюсь, на презентации вы можете видеть небольшую справку, которую я дал по Этельверду и его семье. Если коллега заинтересует, я могу чуть больше рассказать о них в ходе дискуссии. Этельмер основал или восстановил Керне-Аббас в 987 году. И, возможно, тогда же его и настоятелем и стал Эльфрик, одновременно возглавив его монастырскую школу. В 1005 году Этельмер заложил Аббас в местечке Эйншем в Грасте Оксфордшир и повторно обратился к Эльфрику с просьбой принять руководство общиной. В той должности тот, видимо, и скончался какое-то время спустя, предположительно около 1010 года. Его последняя точно датируемая работа содержит посвящение Этельвольду II, епископа Винчестера с 1006 по 12 год. Известно, что Эльфрик ввел активную для своей эпохи переписку, сохранилось как минимум всем его писем светским и церковным лицам. К сожалению, никакие иные сведения о его семье или карьере не сохранились. Несколько слов о трудах и стиле Эльфрика. Его наследие составляет почти 15% всего дошедшего древнеанглийского корпуса. По общему признанию, Эльфрик был самым плодовитым из всех известных англо-саксонских писателей. Сегодня его главными идейными трудами считаются две серии католических проповедей и жития святых. Первые были написаны вскоре после прибытия в Керне-Аббас, по-видимому, в цели образования мирян и Илья, малообразованных клириков, не владевших латынью. Здесь Эльфрик стремился в первую очередь изложить фундаментальную базу для обучения основам христианской доктрины в течение литургического года. Некоторое время спустя он продолжил свой труд в житиях, составленных по личной просьбе Элдермена Тельверда и освящающих биографии римских и английских святых, почитаемых монашеской братии. У меня есть небольшое пояснение про язык Эльфрика, но чтобы сэкономить время, я, наверное, пропущу эту часть, и если будут вопросы, я постараюсь с учетом нашей связи ответить на них в ходе дискуссии. Несмотря на масштаб сочинений Эльфрика, а я перечислил отнюдь не все, в них можно выделить основную тему, это распространение христианской доктрины и наставление читателей. В этом Эльфрик очень отличается от своего современника, архиепископа Йоррского Вульстона. Опять же, об этом я могу рассказать чуть подробнее в ходе последующей дискуссии. Теперь, собственно, о коллоквиуме. Он известен в четырех манускриптах XI века. С происходит из Кентербери, Джей из Дарома, R1 и R2 из Абингдона. За исключением R1 они сегодня доступны в интернете. Рукопись С, по общему признанию, точнее других отражает протограф. Версия Джей была обработана учеником Эльфрика, Эльфриком по прозвищу Бата. В дальнейшем, в избежание путаницы, я буду называть нашего Аббата Эльфриком, а его ученика Батой. R1 и R2 изначально составляли единый кодекс, но после 1640 года два четыре листа были отделены, и в 1884 году их выкупил Британский музей. Эта версия содержит неполный текст, имеющий некоторые расхождения из кентерберийской рукописи, но присутствующие в Джей. Вариант С уникален наличием полного древнеанглийского перевода в виде межстрочных глосс, написанных другим почерком и, вероятно, писцом. Тем не менее, вариант рукописи С тоже не признается точной копией оригинального сочинения. В списке морских животных заметна небольшая вставка нескольких названий. Я надеюсь, получилось раздать в кандауты. Вот эта вставочка должна быть выделена жирным шрифтом. Кроме того, здесь наличествует эпилог, написанный не характерно для Эльфрика германифтической латынью. Ну, в скобках замечу, что это очень сложный, очень вычурный стиль, который Эльфрику был совершенно не характерен. Он был в этом месте исключением из Сомна своих современников, он и еще один его соученик Вульстон. Оба они, кстати говоря, написали «Жития» от Эльвольда, своего учителя. Английский историк Дэвид Портер предполагает, что редакция R также принадлежит Перу Бате, а его коллега Джоис Хилл допускает, что поскольку Бате бывал в Кентербере, он мог стоять за написанием и протографа С. В таком случае мы обязаны ему всеми тремя вариантами, из которых С подвергся минимальной правке, R имел некоторые изменения, а J отличалось более остальных, и при этом R и J происходят от общего протографа. На слайде вы можете видеть реконструированную мною наиболее вероятную стему. Авторство коллоквиума прямо указано Батой в рукописи Джей и не подвергается сомнению, но происхождение глосс в манускрипте С туманно. По всему следует, что Аббат к ним не был причастен. Судя по некоторым опискам в глоссах, характерным при копировании, они также были добавлены с несохранившегося протографа. В 1897 году Генри Суит сильно отредактировал текст глосс, исправив ошибки и диаматику оригинала, нормализовав орфографию и включил их в свой учебник древнеанглийского языка. Именно этот вариант в обиходе и называют коллоквиумом. По замечанию историка Роя Лиуци, иронично, что оригинальное латинское упражнение сегодня используется для обучения начинающих студентов древнеанглийскому языку. В частности, ваш похорный слуга также читал его в начале соответствующего курса, за что выражает искреннюю благодарность самоучителю Зое Юрьевне Метлицкой. Коллоквиум составляет третий элемент серии педагогических работ, написанных с 1992 по 1002 годы. В отличие от предшественников, свою грамматику, сохранившуюся сразу в 15 манускриптах, Эльфрик написал на народном языке, тем самым создав первое подобное пособие в средневековой истории. И этот текст в дальнейшем помог антиквариям XVI века освоить основы древнеанглийского, используя ее как бы наоборот. В семи рукописях XI века за грамматикой следует латино-английский глоссарий, составленный по тематическому принципу и покрывающий примерно полторы тысячи слов. Коллоквиум органически дополняет эти труды в качестве упражнения. Рукопись J, к примеру, содержит все три компонента. Эльфрик не был новатором в этом жанре. Подобный формат использовался педагогами по крайней мере с третьего века до нашей эры. Его корни, следовательно, находят еще в моделях Аристотеля. А как метод обучения он сошел на нет только в новое время. Обычно такие тексты заучивались наизусть и декламировались на занятиях. В Британии они появились в Уэльсе и Корнуолле в XIX веке. И самая известная из них носит название о редких рассказах. Это серия из 24 коротких диалогов о повседневной жизни в монастыре, основанной на позднеантичном толковании псевдо-досифея. Не исключено, что Эльфрик мог учиться по нему, хотя Дэвид Портер отвергает такую возможность. Главная загадка и интерес коллоквиума в представленной ситуации. Диалог начинается с обращения неких учеников к наставнику с просьбой обучить их правильно говорить на латыни. И в ходе урока обнаруживается, что почти всеми учениками выступают миряне. Но об этом подробно скажет Ольга. Из этого часто делается вывод, что коллоквиум служит окном в мир англосаксонской повседневности и будто бы проливает свет на будни обычных тружеников и ремесленников. Но в таком случае не очень понятен смысл этого упражнения, зачем ремесленникам знать латынь. И критика источника предлагает более сложную картину. Джордж Гарман свой остроумно предположил, что исходя из упомянутой просьбы учеников, а также их замечания, что лучше претерпеть порку во время обучения, аудитории и эфрика были послушники, готовившиеся к постижению тривиума. Это рассуждение подтверждается английским бенедиктинским уставом, предписывающим наказание за ошибки в пении литургических текстов, что объясняет упомянутую просьбу. В таком случае перед нами постановка, в которой послушники отыгрывают роли. И вопрос о том, насколько их реплики соответствуют реалиям и застинам их обители, приобретают новые измерения. Несомненно, какая-то доля истины в них есть. Но также возможно, что в каких-то случаях Эльфрик усиливал риторический эффект. Поэтому правильнее, на мой взгляд, рассматривать коллоквиум как источник не столько для социальных реконструкций, сколько для изучения педагогических практик, монастырской жизни, риторики, ну и тому подобного. И на этом я передаю слово своему соавтору. Пожалуйста, отметьте, что мой соавтор приняла эстафету. В данном случае при разборе текста было использовано издание 1939 года под редакцией Гарман Суэя. В этом издании латинский текст дополнен большим количеством глосс на древнеанглийском языке, благодаря чему текст стал похож на билингу. Текст можно условно поделить на несколько частей. Первая. Вводная часть, в которой ученики приветствуют учителей и просят обучить их латинскому языку. Вторая. Учитель по очереди спрашивает учеников об их занятиях и выясняет, что среди них есть монах, охотник, рыбак, птицелов, пастух, овчар, пахарь, купец, сапожник, солевар и пекарь. Третий. Учитель хвалит монаха за то, что у него есть хорошие и полезные товарищи, а затем выясняет о другой группе ремесленников и о том, что у них есть советник. Четвертое. Разговор учителя и советника о том, какое умение является наиболее важным и полезным. Завершается эпизод большой репликой советника о том, что все занятия важны, которые примеряет ремесленник. Пятое. Беседа учителя с учениками о том, понравилось ли им разыгрывать этот разговор и для чего они все-таки учатся. Шестое. Ученики просят учителя поговорить с ним на более простые темы, и учитель переводит разговор на обсуждение распорядка дня учеников монастырской школы и их быта. Седьмое. Как уже было сказано, последняя часть, представляющая собой наставление ученикам, видимо, была написана уже не Эльфриком из Эйншма, а его учеником Эльфриком Батой, поскольку стилистический текст сильно отличается. Текст максимально лаконичен. Видно, что Эльфрик старался писать наиболее простым и понятным языком. На протяжении всего текста грамматика остается простой для понимания, несмотря на то, что объем реплик у персонажа возрастает, а смысловое наполнение текста усложняется и переходит от бытовых к нравственным и философским темам. Основной массив лексики можно назвать, как выразилась Ольга Вареш, «вневременной», что способствовало использованию диалога в течение всего периода Средневековья. Бросается в глаза наличие в тексте большого количества синонимичных слов. Для примера возьмем реплику рыбака, в которую он перечисляет то, что смог поймать. Сельдь и осетров, дельфинов и осетров, устриц и раков, мидии и моллюсков, камбала, лобстеров и прочие. Вероятно, Эльфрик специально в педагогических целях подбирал слова таким образом, чтобы ученики были знакомы с различными вариантами названия одного и того же объекта. На первый взгляд может показаться, что текст Эльфрика не сильно отличается от текста, написанного на классической латыни. Однако при детальном рассмотрении становится очевидным, что орфография Эльфрика имеет характеристики, присущие Средневековой латыни. При поиске слов по словарям обнаруживается, что у некоторых слов нет одной утвержденной в качестве начальной формы. Например, в уже известной нам реплике слово «исикиус», «осетр» или «лосось» стоит в винительном падеже множественного числа мужского рода. Предполагается, что начальная форма слова «исикиус», однако мы обнаруживаем, что может быть несколько вариантов – «исикс», «исокс», «эсокс». Причем, согласно словарюдию Канжи, «исикиус» – форма, встречающаяся только у Эльфрика. Стижение дифтонга «ай» – еще одна особенность средневекового латинского языка, который часто встречается в тексте Эльфрика. Для примера, не должен охотник быть боязливым, поскольку разные звери водятся в лесах, где «вария бестия» – это «варияй бестияй». Стижение может выражаться также через так называемую «экаудата», которая также встретилась нам в тексте. В примере «варить то, что нужно варить» и «жарить то, что нужно жарить». В некоторых случаях Эльфрика использует слова с вариативным произношением. Например, слово «зелень» или «овощи» он пишет в двух вариантах с аспирацией. При том, что в классической латыни в этом слове аспирации нет. Оба варианта встречаются в тексте буквально с разницей в три реплики, и можно предположить, что Эльфрик специально употребил два разных варианта для закрепления их учениками. Для данного текста характерно воспроизведение классической латинской морфологии. Нам не встретили слова, поменявшие род или вариант склонения. Случай, когда отложительные глаголы приобретают вид регулярных глаголов в активном залоге, встретился лишь один раз. Инфинитив отложительного глагола «venatus sum venari» приобрел форму «venare». Создается впечатление, что Эльфрик старался избегать частого использования отложительных глаголов. В тексте встречаются разнообразные синтаксические конструкции, предаточные с «ud» объективом, «ud» финале, «accusativus cum infinitiva», предаточные с косвенным вопросом. При этом стоит отметить, что встречаются предаточные нечасто, что может быть обусловлено и тем, что текст учебный, и самой формой текста, в диалоге много коротких реплик. Конструкция «ablatilus absolutus», очень употребимая в классических латинских текстах, в диалоге Эльфрика не встретилась ни разу. Существуют разные мнения о синтаксисе данного текста. Некоторые исследователи, например, Стивен Харрис, а вслед за ним без рогов, считают, что построение текста больше следует правилам древнеанглийского синтаксиса. Другие, например, Ненарокова, предполагают, что в коротких предложениях используется порядок слов, больше характерный для древнеанглийского языка. Однако в большинстве предложений сохранился синтаксис, присущий латинскому языку. Второй тезис представляется нам более убедительным. На наш взгляд, нельзя делать однозначных выводов насчет синтаксиса данного текста. Встречаются предложения, строение которых больше характерно для латинского синтаксиса. Ты не знаешь, как охотиться по-другому, а не с сетями. Или я могу даже и без сети охотиться. На данных примерах видно, что глагол стремится в конец предложения, что характерно для латинского синтаксиса. Также есть предложения с древнеанглийским синтаксисом. Этот из твоих товарищей? Конечно. Мы видим, что на первое место у нас стремится подлежащее, а сказуемое следует за ним, что больше характерно для синтаксиса древнеанглийского предложения. В некоторых случаях, особенно это касается вопросительных предложений, можно определить, по каким правилам Ильфрик составлял предложение, поскольку кажется, что автор хотел сделать определенный акцент на конкретное слово. В данном случае представляется возможным, что учитель в вопросе делает акцент именно на знании, поэтому глагол выносится вперед. В латинском языке также практиковался такой метод расстановки акцентов. Нужное слово выносилось вперед. С другой стороны, синтаксис предложения похож на древнеанглийский. Интересно, что для выражения одной и той же мысли Ильфрик использовал несколько синтаксических конструкций, видимо, в учебных целях. Знаешь ли ты что-нибудь? Каким трудом ты занимаешься? Занимаешься ли ты каким-либо трудом? Ага, да, благодарю вас. Ну, я коротко очень замечу про англо-саксонские глоссы, поскольку это была моя зона ответственности, что глоссы были написаны поздним исахским диалектом, они проявляют все соответствующие качества, но, правда, автор допускал параллельные формы и в орфографии, и в, собственно, формах. И теперь в заключении я постараюсь бегло ответить на вопрос, а в чем же, собственно, новизна нашего подхода и вообще потребность нового издания. А я замечу, что, как указала мне моя коллега Ирина Редькова, «Холлоквиум» вообще-то переводился на русский язык еще в 1994 году. Более того, в 2017 году вышел сборник с длинным заголовком «Возлюблю слово как ближнего», учебный текст в поздней античности ранней средневековья «Исследование состава школьного канона 3-го и 11-го веков», и в нем повторно воспроизведен русский перевод 1994 года. Ну, во-первых, когда мы взялись за работу, это издание еще не вышло. А во-вторых, увы, ваш покорный слуга вынужден признаться, что проявил недостаточную компетентность, когда, не зная о переводе 1994 года, втянул Ольгу в эту авантюру. Своё оправдание замечу, что, откровенно говоря, мне не пришло в голову, что название «Коллоквиум» может быть переведено на русский язык. А, как я говорил, у нас этот текст известен как «Беседа или собеседование». Но именно поэтому, мне кажется, было бы правильнее сохранить условную кальку с английского названия, чтобы понимать, о чем мы говорим. Ну что же выходит, что наша затея была заведомо обращена на провал, но, как показало в накоплении с имеющейся русскоязычной историографией, отнюдь нет. Для начала отмечу, что последняя очень скромна по сравнению с англоязычной. Так, по сравнению Хьюма Дженниса, на статью которого, среди прочих, я опирался, с середины XVI века по 2009 год об Эльфрике вышло около 1200 работ. Возможно, конечно, я вновь ошибаюсь, но прошерстив российский интернет и посмотрев ссылки в чужих текстах, я нашел всего две русских публикации, которые были бы посвящены непосредственно «Коллоквиума». Это работы, упомянутые Ольгой Марией Ненароковой из Института мировой литературы и Виталия Безрогова из РГГУ. Любопытно, что обе вышли в 2016 году. Справедливости ради, сам Эльфрик упоминается Ненароковой и в других ее статьях, доступных на сайте akademia.edu. Кстати сказать, она переводила тексты БАТа и вообще, кажется, больше занималась им. Тем не менее, эти две статьи, во-первых, очень короткие, в сумме это 17 страниц, а во-вторых, написаны в очень обзорном жанре. Более того, я хотел бы ошибаться, но мне показалось, что Безрогов вообще работал только с переводом и глубоко не погружался в тему, хотя у него присутствуют ссылки. Чтобы не быть голословным, укажу на несколько удививших меня моментов. Как, я полагаю, сказала Ольга, сложно сделать однозначный вывод о синтаксисе «Коллоквиума». Однако Виталий Григорьевич буквально повторяет мысль Стивена Харриса, что текст следует древнеанглийской конструкции фразы, при том, что Харрис дает только один пример, я проверял. Описывая композицию, он пишет, цитата, «Дальнейшая часть диалога завершается выводом учителя о том, что обучение божественным наукам и воспитание в монастыре есть балансированный и верно путь к сформулированным детьми цели». Конец цитаты. При этом, кажется, Виталий Григорьевич вообще не упоминает, что этот вывод не принадлежит оригинальному тексту, это позднейшая вставка. В другом месте Безрогов пишет, цитата, «У Эльфрика англосаксонский учитель обучает активному построению латинской речи, подсказывая при необходимости нужные слова и их формы, сообщает эквиваленты на родном языке обучающихся». Конец цитаты. Откуда взято это утверждение? Для меня лично загадка, но я вас смею заверить, что никаких подсказок и уж тем более эквивалентов на родном языке в тексте нет. Если же речь идет о глоссах, то автор, видимо, заблуждается, поскольку они, как я говорил, были добавлены сильно позже, и в другом месте Виталий Григорьевич этот факт упоминает. Статьи ненароковые, помимо неконвенциональной транслитерации английских имен собственных, подобными странностями не отмечены. Однако, во-первых, Мария Равилевна все же, в первую очередь, филолог и смотрит на исследуемый текст соответственно, а во-вторых, она помещает коллоквиям более в общеевропейский и христианский контекст. Так она сравнивает Эльфрика с аналогичным текстом у Алкуина, и это совершенно оправдано. Однако читателю, как мне кажется, в целом не хватает именно английского контекста. И таким образом, частично отвечая на заданный мною вопрос выше, наша с Ольгой работа нацелена на помещение коллоквиям именно в английский контекст и в контекст сочинений Эльфрика. Теперь коротко о переводе 1994 года. Во-первых, он тоже существует в сборниках, посвященных общеевропейской педагогической мысли, а не Англии. Во-вторых, у него есть один, увы, недостаток. Ольга Игоревна Варьеш не была англо-саксонистом, а кроме того, положила за основу очень старое издание еще 19 века, в котором был ряд недостатков. Ольга Игоревна опиралась на работу Бенджамина Торпа 1834 года, переизданную в 1872 году. В ней есть довольно смешная ошибка. Дело в том, что первый каталогизатор коллоквиям еще в 1705 году написал следующую фразу. Я надеюсь, вы можете видеть ее на экране. Торп по какой-то причине решил, что она была в самом манускрипте и воспроизвел ее в своем издании, а за ним и Ольга Игоревна назвала свой перевод, цитата, «беседой для упражнения мальчиков в латинской речи, составленной впервые эльфриком, а затем распространенной его учеником эльфриком Батой». Казалось бы, ну, мелкое недоразумение. Но в тексте есть и другие неточности. Например, слово «дукс» Ольга Игоревна, как Медивиз, перевела анахронизмом «герцог», хотя правильнее было бы написать, конечно, «эрл». Тоже, в общем-то, мелочь. Но вот уже более странно, что слово «инмундус» она передала как «несъедобный», хотя речь вообще-то идет о нечистой рыбе, то есть о ветхозаветном запрете есть рыба без чешуи и плавников. И в древнеанглийских глоссах два раза повторяется слово «унклене» – «нечистый». Далее в ее издании воспроизведены указания Торпам авторства реплик, ученик, учитель и так далее. Хотя на самом деле в манускрипте «Ц», с которого Торп подготовил свою публикацию, его нет. Короче говоря, я ни в коем случае не хотел бы критиковать Ольгу Игоревну. Ее перевод в целом подходит для антологии, но, к сожалению, не работает в качестве критического издания. И именно в этом мы видим нашу вторую цель – не только поместить коллоквиум в англосаксонский контекст, но и подготовить именно критический перевод. За основу мы решили взять рукопись «Ц» как наиболее близкую к протографу, вспоминайте Стэму. Но я надеюсь, что мы сможем включить также разночтение с рукописью «Р». Рукопись «Джей» нами будет затронута в наименьшей степени, поскольку с теоретической точки зрения давно известно, что она заметно переработана батой, и поэтому не может полноценно считаться работой аббата Эльфрика. А с практической же, насколько нам известно, не существует надежного издания этой рукописи. Однако еще одним нашим преимуществом мы считаем сверху с древнеанглийскими глоссами, русского перевода которых, насколько я знаю, не существует. Таким образом, мы надеемся, что мы сможем опубликовать даже не билингву, а трилингву, латинский текст с указанием разночтений, оригинальный английский текст и глосс, который не переработан с уитом, и наш русский перевод с латыни с указанием на отличие в глоссах. Мы были бы очень благодарны, если бы кто-то из коллег смог подсказать издателя, потому что, по моим прикидкам, подобное мероприятие займет около ста тысяч знаков. Это сильно больше, чем размер любой статьи. Но при этом это сильно меньше, чем издание отдельной книги. Ну и на этом я хотел бы затянуть несколько затянувшийся рассказ и перейти к дискуссии. Наверное, было бы удобнее, если бы вы мне писали, если возникают какие-то вопросы, если они в сфере моей зоны ответственности. Благодарю вас. Спасибо. 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 Спасибо.